февраль месяц революционный в этом году тем более отмечается столетия и февральская и октябрьская но нам-то кажется вот сейчас спустя сто лет что это ого-го какое событие на самом деле революции перевороты случаются практически ежегодно если вот посчитать то их сотни вот сотни за минувшее столетие насколько нам молдаванам присущ революционный дух и в принципе нужны ли нам революции вот об этом мы поговорим сегодня с политологом зурабом тодор извините заикнулась на ничего на самом деле сто лет назад вообще можно ли было избежать революции хотя бы февральской но не говоря уже октябрьской или это было неизбежно это в любом случае страна на тот момент пришла к такой ситуации где иначе быть не могло думаю что это было неизбежно потому что слишком много противоречия накопилось и правящий класс не был способен их разрешить понять осознать и это вылилось вот именно вот этот переворот фактически это было по сути ну не революция переворот потому что даже те кто его совершал те кто много говорил о революции либерал демократы либералы русские они потом ужаснулись тому что произошло не позднее а именно после февраля марта 1917 года потому что поняли какую какую дверь в неизведанное они открыли и вот последние исследования на эту тему показывает что именно февральская революция она была абсолютно такая непредсказуема по своим последствиям и уже привела к логическому своему завершению к октябрьской революции когда к власти пришли большевики но ведь год был очень такой насыщенный тогда событиями 17 ну накопилось накопилось это и первая мировая война и безумие правящего класса тогда царь и его окружение они не понимали что происходит они не осознавали не отдавали себе отчет что надо что-то менять надо было как разумеется не вступать в эту первую мировую войну или по крайней мере не участвовать так активно как это делалось и многое-многое надо было по-другому осознать главное что не понимали они не думали что понимаете когда определенные люди находятся власти длительное время то они теряют чувство реальности к тому времени никто не предполагал из тех кто был власти царь и его окружение что что-то может измениться 300 лет монархии там да были какие-то перевороты какие-то отдельные неспосланные да но казалось невозможным что будут какие-то потрясения примеры ни французской буржуазной революции ни английской революции ничему в этом смысле не научил сказал что это какой-то какой-то вывих истории это было давно и почти уже и забыто они не понимали что нечто подобное может произойти в россии но мы наблюдаем на примере нашей страны когда люди долго пребывающей властью думают что это будет вечно это все время случилось с коммунистами а сейчас это происходит из нынешней правящей группировкой которая убеждена что они пришли к власти серьезно долго и ничто не будет ничто не способно их от этой власти оторвать но здесь вот несколько лет это в головах происходят какие изменения там сотни лет поэтому противоречия накопились как их решать и нужно ли предрешать люди не знали и это вылилось вот эту февральскую революцию это на самом деле это был заговор военных и политиков и конечно же если бы на месте царя был николай второго был более решительный политик николай первый николай первый александр первый петр первый да и козерина да они бы это все можно было прихлопнуть во первых не допустили бы до такого безобразия во вторых это все можно было бы решить в течение нескольких дней опять же мы можем провести параллели с нашей реальностью нашей недавней истории скажем падение советского союза разрушение 91 год переворот и тоже вроде бы хаоса тем не менее достаточно тем не менее опять же если были бы другие люди у власти в этом в этом гкчп то все развивалось бы иначе потому что скажем они не решились применить силу а в 93 году ельцин расстрелял парламент ничуть не сомневаясь правоте своих действий сотни погибших и путь подавлен самым зародыше то есть все зависит от обстоятельств исторических и от тех конкретных исторических деятелей которые действуют тот момент николай второй оказался не в том месте не в то время и к сожалению своими же руками создал трагедию участвовал создание трагедии общей общего государства в целом государстве и уже в своей личной семейной трагедии потому что закончилось для него все очень трагично для его детей к сожалению но и для страны вы упомянули 2009 год все-таки сейчас когда говорят о революции говорят о том что это спланированно спровоцированно и закручены и дивиденды приносит кому-то то есть кто-то приезжает высаживается десант все проводят насколько сейчас возможно революции вот такие народные движения или рано или поздно появится кто-то кто с этого всегда и дивиденды всегда есть кто-то за кулисами которые по крайней мере ждет своего часа и снимает все сливки зачастую участники событий они как правило потом оказывается на вторых ролях и очень сильно жалеет потом конечно жалеет мы можем вспомнить 2009 год события 7 апреля можно вспомнить революцию гидности на украине все кто участвовал в этом был на передовую на переднем крае на передовой страдал был ранен но не говоря уже погибших они все оказались сейчас практически не удел и грозят порошенко очередной революции очередной очередным майданом потому что те кто создают эти революции они потом оказывается отодвинутой стороны приходят власти те кто ждал своего часа у нас это тоже самое произошло события 7 апреля нельзя конечно назвать революции это были массовые беспорядки даже википедии пишут революции ну это википедии кто создает статьи википедии достаточно подробно изучал эти события и там конечно это было не революция это был несостоявшийся путь попытка переворота но но даже те кто призвал людей на площадь они потом испугали свои действия и и пытались как-то сдерживать людей когда все это горело не просто метались от здания к зданию пытаясь воздействовать на людей ничего них не получалось а потом уже вечером многие из них сбежали просто из страны в одессу в румынию опасаясь последствий если помните 9 9 10 апреля ни средства массовой информации оппозиционной ни один оппозиционный политик ничего не говорили все молчали как но я помню что смотрели румынские телеканалы которые в какой-то момент тоже начали румынские телеканалы 7 апреля они начали проводили параллель с своей декабрьской революции 89 года это действительно была у них настоящая революция потому что сменился строй потому что полностью убрали политическую элиту того времени это действительно была революция а возвращаясь 7 апреля это неудавшийся переворот и который произошел так вот с теми со всеми своими эксцессами которые мы наблюдали он неудавшийся относительно потому что в конечном итоге смена власти произошла она произошла позже в результате целой цепи ошибок и случайностей конечно же можно было это не допустить я об этом писал свои книги отдельно есть исследование за так и называется 7 апреля 2009 года этого можно было не допустить ни из самих событий не уже потери власти со стороны партии коммунистов но произошло потому что в нужный момент опять же не приняли необходимых решений люди занимавшие свои посты на разных уровнях не справились со своими обязанностями опять же полагали что это быть не может я помню 2000 настроение 2007 2008 годов когда вот после второй победы в 2005 году было ощущение у коммунистов что все теперь уже мы власти надолго но как минимум так рассматривалось там 5 10 там 15 лет потому что ну действительно прецедентов не было в снг чтобы одну партию поддерживали течение такого длительного времени люди это действительно была поддержка действительно никаких фальсификаций не 2001 2005 году не было да и 2009 году их не было в общем то тоже была третья победа но не смогли удержать опять же здесь мы приходим к теме лидеров политических лидеров их ответственности их способности в нужное время принимать необходимые может быть даже очень непопулярные решения но для этого лидер должен понимать что все время для того он и лидер опять же в этом смысле все выдающиеся политики которые вошли в историю как великие политики там для этого не нужно обрастать жирком заслуг это понятно что двигаться да ну нужно просто реально оценивать текущей ситуации в этом смысле ну есть примеры вот мировой истории двадцатого века например черчилль я считаю рузвельт шар деголь вот из нашей истории я приведу современные истории приведу в пример владимира путина хотя конечно я понимаю что многим это не понравится их пока робит но человек принял страну 1999 году качестве премьер-министра мы помним что это было я лично своими глазами наблюдал как распадался северный кавказ на составные части речь шла о том что чечня дагестан вот-вот отвалится и создадут там свой шариат шариатское государство на основах ислам шариата исламское государство на основе шариата и тогда было было непонятно вообще как этому противостоять и что можно сделать и тогда он проявил качество ведущейся политика когда во первых принял решение подавить вооруженные выступления террористов против дагестана когда было в августе 1929 года вторжение в дагестан банды масхадова и басаева а во вторых новый 2000 новый 99 год он встретил в махачкале сам подтвердив что это территория россии и что он будет бороться и что он настроен здесь следующий год и проведем и для я помню какое впечатление произвело это на население дагестана просто потрясающе премьер-министр страны приезжает встречать новый год в регион который в общем-то на грани мятежа там очень много было мятежников ждали своего часа вот это сыграло очень большие роли серьезно сейчас 2015 год тогда с россией вообще никто не считался сейчас она ведущий мировой игрок дошло до того что американские политики обвиняют россии в том что намешивалась в выборы американские да на разных уровнях это потрясающе великая держава допускает что кто-то в мире может вмешиваться в ее выборы нам тоже рассказывает о том что якобы здесь вмешивались получает то что американские политики низвели свое великое имперское государство до уровня небольших государств которые действительно являются объектами мировой политики потому что они слабы и не могут себя должным образом защищать они вынуждены считаться с мировыми игроками насколько у нас сейчас революционная предреволюционная или вообще не революционная ситуация у нас сейчас ситуация считаю стагнации такой политической ближайшие недели месяцы я не ожидаю каких-либо крупных потрясений по целому ряду причин ну во первых те кто не согласен с политикой нынешней правящей группировки они считают что определенного успеха добились избрав лидера партии социалистов игоря додона на пост президента страны они считают что таким образом была одержана определенная победа и теперь они ждут от игоря додона от его команды от партии социалистов дальнейшего продвижения расширения этого плацдарма и надеются что он пользуясь теми пусть и небольшими но какими-то рычагами которые у него есть сможет справиться с этой олигархической властью которую мы настоящее время имеем в молдове это один момент второй момент значит надо вспомнить что ну нельзя от народа требовать все время жертвы нельзя требовать от него чтобы он был все время на баррикадах мы помним что партия коммунистов выводила людей на митинги демонстрации течение длительного времени это было по субботам кажется это было это было по субботам это было в холодное время года 2012 год я помню отлично сам в этом участвовал февраль-март в феврале была минусовая температура минус 16 минус 20 выходили десятки тысяч людей поверив нашим призывам в том что мы собираемся значит отстранять эту олигархическую власть мирными средствами мы выводили тогда людей потом в 2013 году проводили массовые акции протеста потом была объявлена так называемая бархатная революция мягкое отстранение группировки от власти этого не случилось по целому ряду причин почему так произошло я описал об этом и говорил вовремя не были опять же приняты серьезные решения мы на самом деле планировали и вот сделать то что сделали сделала потом объединенная позиция в 2015 году когда вот эти городки построили на центральной площади это планировали сделать коммунисты начиная с 23 ноября 2013 года тогда это планировалось предполагалось что мы создадим этот городок и будем добиваться уже досрочных парламентских выборов и будем дальше значит давить на власть ну последний момент руководство партии решило что этого не надо делать ограничилось все помню большим огромным этим митингом а потом хождением вокруг здания правительства и разошлись это вызвало конечно разочарование у людей потом этот опыт асовых акций протеста унаследовала партия социалистов и платформа да они тоже выводили людей мы помним длительное время в зимнее время вот эти городки действовали митинги были мощные пик пришелся на 20 января 2016 года когда все было очень на грани власть находилась буквально на грани падения там достаточно было несколько решительных действий и ну можно представить что власть была бы ну в тяжелейшем положении им надо было бы применять силу я не думаю что в то время нашелся бы человек который решился на то чтобы применить силу против огромной массы людей на площади и вокруг парламента и именно в связи с этим правительство Павла Филиппа было присяги ночью да и опять же вся эта история с выводом парламентариев из из здания парламента кого как кого как там совершенно анекдотически для них конечно это не смешно но они сами опять же довели они ответственно за то что ну слушайте знаете вот как раз 99 лет да Керенский в платье в общем что-то тоже параллельно когда те кто находит со власть вот эти события 20 января прошлого года они должны опять же быть и февральские события в России и декабрьские события 89 года в Румынии они для того истории и в том числе как бы существуют историки именно чтобы напоминать поэтому книги есть которые нужно читать именно есть умные умные люди которые это знают во первых которые пишут книги на эту тему во вторых в третьих сама история дает примеры того как не надо действовать но плохие политики скажем бездарно они не учатся на этих ошибках а умные они учатся на чужих ошибках но опять же небольшого честно говоря мнения о наших молдавских политиках потому что уже сколько лет страну сотрясают политические кризисы экономические кризисы и ничему они не учат людей и не нету ни партии нету ни лидера который смог бы наконец-то сказать людям что я знаю как сделать и повести их к светлому какому-то будущему как тот же Рузвельт в 1935 году в Америке очень коротко у нас остается мало времени достаточно по поводу Румынии все-таки что же там происходит и чем румыны так сильно отличаются от нас почему они смогли стоять на своем да чтобы правительство все-таки отменило определенные законодательные акты а вот мы никак не могем и хотим а не могем ну я уже сказал что у населения Молдовы есть определенная удовлетворенность от того что все-таки какие-то изменения во власти произошли это во-первых во-вторых ну нужна передышка определенная после нескольких лет массовых акций протестов устали ходить безрезультатно вот в чем дело если бы было понятно что будет результат тогда конечно же люди пришли бы должно пройти определенное время Молдавии чтобы накопились опять же накопилось недовольство властью это примерно наверное будет летом или осенью когда станет ясно что ничего не изменилось стало еще хуже предстоит очередная тяжелая зима и тогда да где-то ближе к осени возможны новые акции протеста а в Румынии произошло так потому что ну действительно правящая группировка правящий клан или не клан даже скажем так а правящий класс независимо от названия партии они все настолько коррумпированы в Румынии за десятки лет что вот попытка вот этого ДНА так называемого департамента по борьбе с коррупцией расчистить эти авгибы и конюшни уже несколько лет они пытаются сделать сотни чиновников посажены но тем не менее искоренить не могут потому что за 25 лет румынской государственности современной очень много в этом смысле упущено но то что предприняла партия социал-демократическая партия которая пришла по сути к власти после парламентских выборов даже для терпеливых румын это переполнена чаша терпения ну мы знаем что были приняты предложенные законопроекты которые по сути делали законные коррупции до 50 тысяч евро и снимали тем самым уголовные дела могли быть сняты с целого ряда чиновников да конечно же это людей возмутило потому что грубо неприкрыто пытались сделать приятное хорошее дело для своих что называется то есть у нас пока еще не произошло нам даже миллиарды еще маловато для того чтобы понимаете в чем особенность ситуации все говорят что украден миллиард но еще никто не сказал а кем он украден и сколько список очень длинный но почему-то это как-то так но невозможно точно сказать кто именно это сделал ну мы как скажем политологи эксперты мы знаем кто это сделал сделали те кто сейчас находится у власти все кто сейчас занимает первые вторые и третьи посты они ну за исключением так даже не будут бороться с собой игоря додона да потому что он был в оппозиции он не причастен к этому а вот все остальные они имели прямое отношение к этим операциям по выводу этого миллиарда включая нынешних членов правительства включая целый ряд тех кто не занимает никаких постов но влияет на ситуацию и не только один филат повинен в этом деле он один из немногих но огромное количество людей находится на свободе но опять же там это было персонифицировано партия социалодемократическая партия ПСД она выступила с этой инициативой а у нас размыто как кажется сразу стало ясно что господа решили быстренько сделать свои дела почему потому что понадеялись что вот была народная поддержка на выборах парламентских прошло всего лишь месяц-два и вот можно вот на этой волне можно быстренько вот снять обвинение в коррупции целого ряда своих друзей но оказалось что это не прошло и вот люди вышли и добились отмены но опять же что собственно радикально изменилось ничего не изменилось партия находится у власти да отменили эти поправки но где гарантия что через какое-то время когда ситуация станет более спокойной те же законы под другим соусом опять же не будут проведены через парламент нет никакой гарантии поэтому здесь тоже все очень относительно и говорить о том что там добились большого успеха нельзя там есть подоплек очень серьезные то что нынешняя вот эта партия социал-демократов находится в власти это не нравится западу ну не нравится им партия эта по целому ряду причин им нравятся другие партии вот они попытались проверить как на прочность эту партию то есть все таки тоже без организаторов не обошлось нет там серьезные организаторы если поскрести всех этих самых лидеров лидеров протестов то там сразу можно увидеть и фонд сороса и неправительственная организация которая финансируется западом и можно сразу вспомнить энергичную поддержку со стороны европейских чиновников которые тут же поддержали эти протесты даже еще не разобравшись о что собственно предлагается потому что мы говорим сейчас по законопроектах по поводу коррупции но там же десятки позиций которые были вообще направлены действительно на улучшение ситуации касательно там людей преклонного возраста которые находятся в тюрьме беременных женщин больных и прочих об этом никто не говорит говорят именно о тех законах которые в интересах были вот посаженных за коррупцию членов партии социал демократов спасибо вам большое за такой экскурс экстренный очень быстрый экспресс экскурс в историю я так понимаю наш вывод с вами нужно читать книги и учебники по истории и общаться побольше с историками нужно помнить об уроках истории спасибо большое до встречи до встречи до встречи